И снова пострадали пешеходы. 14 декабря у дома 34 по улице Силкина неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 50-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и с места ДТП скрылся. Позже его задержали. За рулем Ниссан Ноут оказалась 37-летняя саровчанка. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью пострадавшей. И в отношении ее составлено протоколы по 12.18, кодексы об административных правонарушениях, это не представление преимущества движения пешехода на пешеходном переходе и оставление места ДТП на происшествии. Пострадавшая после ДТП чувствовала себя нормально, переговорив с водителем, отправилась домой. Но позже ей стало хуже и она обратилась в больницу. Девушке грозит лишение прав на год-полтора и административный арест до 15 суток. Напомним, покидать место происшествия нельзя, даже если пострадавший уверяет, что хорошо себя чувствует. Зачастую у нас так получается, изначально пешеход говорит, у меня ничего не болит, мне ничего не нужно. Когда горячка проходит, приедя домой, он чувствует боль либо в конечностях, либо сотрясение головного мозга, легкое головокружение и впоследствии обращается в приемный покой, либо вызывает скорую домой. Во втором ДТП также пострадал пешеход. 17 декабря на улице Варламовской водитель Киарио сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадавший получил телесные повреждения. От госпитализации отказался. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.